Возьмем произвольные четыре точки по одной настройке. В каждый из возникших прямоугольных треугольников впишем окружность. У них естественно есть радиус. Сложим эти самые радиусы. Какая возможно отличная? Понятно, что мы не можем получить ни слишком маленькое, ни слишком большое число. Ноль получить? Давайте подумаем, как мы получим ноль. Для этого надо взять точки примерно по такому принципу. Правда? Очень-очень-очень близко. Тогда треугольники действительно будут крайне маленькими и туда ничего особенного. Так что здесь мы ответ нашли. Да. Больше нуля. Может быть, сколько будет близко к ноль. Ну вот тебе надо собраться. Какая? Меньше чего? Ну или меньше или равно чему? Чему? Вот заодно и это. Интересный вопрос. Порисуйте и подумайте. По сути сумма радиусов это функция четырех переменных. Да. Ее максимум? Вот интересный вопрос. Что это за функция? Ну там, это произведение двух чисел в старом пополам на сумму чисел и на гипотину. Попроще. Один делить на обратную величину к катету плюс обратная величина. А вот тут по понятию нельзя? Ребята, вопрос такой. В принципе, есть какой-то способ посчитать радиус вписанной грузности? Площадь разделенная на полупериметр. Это верно, но для прямоугольного треугольника лучше, проще. Давайте разбираться. Давайте разбираться. Когда у нас есть прейсбольный прямоугольный треугольник, то, конечно, как для любого треугольника, мы можем написать стандартную форму. Что площадь это радиус вписанной грузности умножить на полупериметр. Если это а, это b, это c, то это r умножить на а плюс b плюс c в полупериметр. Отлично. Отлично. Площадь это а умножить на b в полупериметр. Значит, когда вы делите произведение на сумму а плюс b плюс c, то вы получаете b. Можно сказать, что там получается квадрат. И радиус это а плюс b минус c по полу. Конечно. Там получается квадрат. Если вы посмотрите на эту фигуру, то это квадрат. Все понимают? А теперь внимание. Касательные проведенные источники равны. И здесь касательные тоже. Это значит, что если нас интересуют вот эти два отрезка, то смотрите, что r плюс вот этот отрезок и r плюс вот этот отрезок это сумма от любви. И при этом эти два отрезка равны, эти два отрезка равны. Значит, 2r это а плюс b минус c. Значит, ребята, формула вот такая. А плюс b минус c. На самом деле, нам пречить ее доказать тоже не проблема. Смотрите, если я вот эту пропорцию спешу без знака деления, то она превращается вот во что. 2a и b должно равняться a плюс b в квадрате минус c в квадрате. Там есть такая формула. Сумма чисел a плюс b и c, умноженная на разность чисел a плюс b и c. Это как раз разность квадрата. Вот если вы подумаете, что происходит, когда в квадрат вы взведете, у вас здесь будет a в квадрате плюс 2ab плюс b в квадрате минус c в квадрате. Это как разность квадрата. Так что все хорошо. Поняли? Поняли? Значит, надо пользоваться не эту формулу, а вот эту. Что такое R? Это надо сложить вот эти вот отрезки и вычесть это. Здесь складываем, вычитаем. складываем и так далее все время. Значит, если нас интересует удвоенная сумма, то она равна периметру квадрата, а что это периметр? 4. Это 4. Минус, ну, господа, вот эти отрезки давайте поднажим. c1, c2, c3, c4. Минус вот эти отрезки. Значит, если я узнаю, насколько маленькой может быть сумма этих отрезков, тогда я буду знать, насколько большой может быть это величие. 4 мм. 2. Давайте отбираться. Давайте отбираться. Оказывается, что сумма этих отрезков минимальная как раз для диагонали, когда у нас вот такой вот получили. Да? Она тогда равна двум корням из двух. Здесь получается 4 минус 2 корня из двух. А нужно поделить на 2 их? Здесь получается 2 минус корень. Такое уже было что-то. Ну, хорошо, осталось доказать вот это чай. А почему тогда меньше или равно? Там просто меньше. Потому что, если вы возьмёте вот строго такую картинку, то вот эта штука, это как раз у вас есть вокруг низ. Размер. Если здесь взять на равных расстояниях от решения, и здесь на таких же расстояниях, то здесь это треугольник. И во периметах, очевидно, два корня из двух. Отлично. Ребята, осталось доказать такую картинку. Когда вы берёте любые четыре точки по одной на каждой стороне квадрата, то периметр этого четырёхугольника не меньше двух корней. Правильно? Нужно доказать, что сумма вот этих вот отрезков, c1, c2, c3 и c4 не меньше двух корней. Вспоминаем. Это классическая задача, одноправных видов бывает. Вот, как видите, оказалось, что вписанная кровь здесь не очень при чём. На самом деле, вся суть задачи, что c1 плюс c2 плюс c3 плюс c4 не меньше двух корней. Почему? Осмотрим путь. Проекция на вертикальную ось – это два, проекция на горизонтальную ось тоже. Какой путь? Я не понимаю. А, Оля сейчас хочет сказать, что мы по большому счёту по горизонтали прошли отрезок не меньше, чем один, так? И по вертикали при этом тоже, причём поднялись и опустились, поэтому на самом деле не меньше, чем два. Отлично. Значит, нужно доказать такого типа неравенства, что, когда мы движемся, то длина этого отрезка, давайте подумаем, длина этого отрезка – это корень квадратный из а в квадрате плюс b в квадрате. Да? Да. Вы понимаете, это 4, а это 4. Здесь а, здесь b. Вот, смотрите, нам нужно доказать, что корень квадратный из а в квадрате плюс b в квадрате больше или равен, чем а плюс b разделить на корень квадратный. Если мы с вами такое неравенство умеем доказать, то всё будет сделано. Почему? А потому что, когда вы напишите для каждого из звеньев, понимаете, о чём я говорю? Или нет? Я больше не перестаню. Да. У вас здесь вот есть, давайте обозначим, вот это будет а, это b, вот это будет а2, b2, это а3, это b, а4, b4, да? И вы пишете таких неравенств, для каждого три вольфа не равенства. После этого складываете. Вы слева тогда получаете c1, c2, c3, c4, а справа вы получаете сумму всех чисел а, сумму всех чисел b и всё это разделить на корень квадрат на с2. Конечно, получится а в квадрате плюс b в квадрате больше или равно, чем а в квадрате плюс 2b плюс b в квадрате разделить на 2. На двойку умножили, получится, что а в квадрате плюс b в квадрате, нужно доказать, что это больше 0. Ну, это то же самое, что а минус b в квадрате больше или равно, или а это правда. или неравенство среднем арифметическом или среднем геометрическом вот у нас есть какие-то производные точки, да? да смотрите, что можно сделать можно распрямить этот путь что это означает? взять, пририсовать такой же квадрат и сделать так вот давайте эти адресы я назначу 1, 2, 3, 4, да? отразим это симметрично и вверх тоже самое отразим симметрично или вниз, если хотите наверное, здесь глубнее вниз просто потому, что иначе я туда залезу давайте я делаю вот так что значит отразить? да вот эта точка окажется примерно здесь это останется на месте это будет примерно здесь это будет примерно здесь давайте посмотрим, что происходит по отрезкам 4-й отрезок перешел сюда 1-й отрезок сюда 1-й отрезок сюда нет, точка с другой стороны не так, не такая картинка нормально вот здесь 3 здесь именно 1, 2, а не 3 а, я, 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 я вот когда должен заточку по сути, так да извините, я уже перехасила вот здесь 2, здесь 3 так, хорошо теперь сюда надо без ошибки отразиться значит, тогда у нас будет так у нас будет так вот это вот второе отрезок это 1-й отрезок будут возникать такие ромбы из одноименных сторон да, конечно здесь 3-й здесь тоже 3-й, да и это вот это вот 4-й так, смотрите что у нас уже есть у нас уже есть 2-й, 3-й, 4-й отрезок так? что я могу сделать чтобы стало совсем хорошо помнили? вот эту точку отражаем она оказывается примерно здесь вот вам 1-й отрезок и смотрите у нас есть линия которая идет 1-й, 4-й, 3-й, 2-й отрезок давайте разбираться как она идет вот этот вот отрезок равен этому он равен этому он может сегментично отражать а этот отрезок равен этому представляете у нас этот вектор равен этому поэтому если я проведу вот такой вот отрезок это корень из двух это корень из двух всего здесь 2 корень из двух то он равен и параллелен вот этому а пусть 1-4-3-2 соединяет концы поэтому он не может быть короче чем 2 корни вот вам геометрические доказательства я в каком-то смысле распряму путь и у меня если вот здесь две диагонали длины 2 корни из двух то вот эта штука равна и параллельно а значит наш путь не может быть короче все? объяснил? объяснил? решили мы эту задачу так что это не 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 Продолжение следует...